АРБУЗНЫЙ КРОСС КЛАСС На Лазутинке дети и взрослые, молодежь, старшее поколение. Кто-то участвует впервые, но для многих арбузный кросс – добрая традиция. Это мероприятие, конечно, каждый год проходит. Я всегда в нем участвую в качестве почетного гостя, в качестве участника, награждаю. И всегда хожу, общаюсь с людьми, со спортсменами, с любителями. Соревновались и самые юные участники – пятилетние спортсмены. На старте и финише их поддерживали главные болельщики – родители. Мы участвовали в том году, бегали тоже. А так потихоньку здесь участвуем, ходим в велосекцию. У него еще есть старший брат и старшая сестра. Сейчас сестра бежит, брат чуть попозже побежит. Она пошла по стопам старших сестер, тренируется с ними, бегает, занимается. В арбузном кроссе участвуем второй год. В этом году чуть-чуть постарше, в прошлом году маленькие были. В этом году удачно выступили. Побегать от души смогли все участники арбузного кросса. Кроме того, помимо основных стартов, состоялся еще и фан-забег для партнеров парка. Всего сегодня у нас заявлено 22 забега в различных возрастных группах. Самым маленьким участникам всего несколько лет. Ну и, соответственно, есть забег ветеранов. Сегодня мы впервые проведем корпоративный фан-забег, куда мы пригласили всех наших друзей, партнеров. И, наверное, цель этого забега – создать максимальное настроение. То есть люди могут выйти со своими флагами, в своей экипировке. Любая фантазия здесь только приветствуется. Спортивный праздник прошел на ура. Все победители и призеры получили медали, награды и, конечно, арбузы. На самом деле мы с детства участвуем в арбузном кроссе. И с мужем первый раз в 2009 году даже вдвоем победили на арбузном кроссе. И поэтому для нас это самый, наверное, главный, особенный праздник осени. Во-первых, традиционно проводится такой замечательный кросс, арбузный кросс. И сегодня мы проводим его 50-й раз. И нам даже вот погода, с погодой очень хорошо повезло. Здесь очень много детишек абсолютно разного возраста. И вот все подготовленные, такие замечательные медали им вручаются после финиша. Я вижу, что у всех прекрасное праздничное настроение. И хочу пожелать здоровья всем и благополучия. Если вы не попали на арбузный кросс, то сможете пробежать еще с 19 по 26 сентября. Кто не успел зарегистрироваться, примут участие онлайн. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.